В центре села о многом говорящая надпись. Возле нее местные жители любят делать фото. Но не весной, когда дойти до асфальтированного центра – целое испытание. Сейчас не до фотографий. До магазина бы добраться спокойно, потому что там, где заканчивается главная улица, заканчивается и нормальная дорога. Она в прямом смысле превращается в грязь. Вот сейчас шла через лужу и думаю, хоть бы не съехать. Внук сегодня пошел на электричку, подскользнулся, в лужу упал. Вернулся, он не поехал на занятия. Центр в данный момент они делают, потому что вышестоящие председателя приезжают дальше центра, они никуда не выезжают по деревне. Центр делают так для отвода глаз, красоту наводят, что в деревне все хорошо. По такой дороге нет смысла ездить на машине, застрянешь, едва выехав за ворота. Скорая, в которой часто нуждаются пенсионеры, тоже не доезжает. Ни вокруг, ни по самой дороге. Муж у меня занимается грузоперевозками. В данный момент он не может даже заработать. И даже такая необходимость, как, например, вывоз мусора, стала проблемой. А между тем люди платят за это и суммы растут. У нас ни баков, ни мусорка к нам не ездит. Уже звонят коллекторы, чтобы мы оплатили счета за мусор. У здания сельской администрации асфальтированная дорога. Ее проложили по проекту «Комфортная городская среда». Впрочем, глава сельсовета очень удивился, что жители обратились в нашу редакцию и никогда не обращались по проблеме к нему лично. Если бы пришли, я бы им ответил, что, уважаемые жители, я сам понимаю, что у нас состояние наших внутрипоселенческих дорог на сегодняшний день самый больной вопрос. Самый больной вопрос. Но, к сожалению, мы ничего сделать не можем в силу того, что мы ограничены финансированием. А еще, подчеркнул глава, содержание дорог во многом полномочия администрации района. Выделяемых мизерных средств едва хватает, чтобы очистить дороги зимой и, если остается, сделать ямочный ремонт. А то, что люди возмущены, ну я понимаю их возмущение. Я сам живу, значит, такой же житель села, сам также, значит, вот вижу, я по селу знаю каждую яму, каждую лужу. Попытки решить проблему, рассказал Кузякин, плодов не дали. Так и получается. Жалобы сельчан и его собственные, цитата, никто не слышит. Анна Рашагирова, Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.